Ой, даже не знаю, как бы так сказать, лучше не договорить. Я хочу, чтобы вы все сами увидели и уже там как бы посмотрели, правильно мы поступили. Мой муж даже, правильно ли он принял такое решение, обдумано это или нет. Ну, мы сейчас в эфире, мы сейчас находимся в Москве. Привет. Так, привет. Всем привет, друзья. Так, что вас интересует, спрашивайте. Вот. Немножко уставшие. Кольца красивые у нас. Да, спасибо большое. Да, свадебные. Ты, Димка, мне подарил такую красоту. Лапочка моя. Главное, мы вместе. Вместе мы сила. Всего сами добьемся. Я верю в своего мужчину, верю в свои силы. Спасибо за комплименты, друзья. Спасибо всем. Что верить в нас? Почему на левой руке? Да нет, на правой. Я не знаю, вам, видимо, так видится, что... Ну, как-то экран, телефон, наверное, по-другому, другая сторона. Ну, конечно, на правой. Как я могу на лево надеть? На лево носят только, наверное, знаете сами. Я замужняя девушка. Все пишут, вы классные, вы классные. Где будете жить? Ну, вот мы живем, жизнь продолжается. Я надеюсь, вы видите эфиры, да? Надо нам, конечно, было выдохнуть, потому что тяжело. Натиск такой от коллектива, такое отношение. И место такое, конечно, очень устали. Я думаю, что у каждого есть свой срок. Ну, так, немножко грустно, но... Нормально все. Надо просто немножко нам выдохнуть, отдохнуть. И скоро мы будем с вами. Мы, да, действительно, вы нас не теряйте. Мы не прощаемся. Мы? Мы с вами точно не прощаемся. Мы всегда с вами, как говорится, на связи. Вы с нами, мы с вами. Тоже секрет насчет квартиры. Вы знаете, счастье любит тещину. Я так поняла, что... Я человек такой... Эмоциональный, да, Мастер? Открытый, настоящий. То, что... Все говорила, знаете, говорят, лучше... Где-то промолчать. Потому что многие люди... Только ликуют, да, и злорадствуют. Никто не порадуется. Даже за твое счастье, там, или что-то ты там в жизни приобрел. И у тебя что-то получилось. Поэтому... Да, кстати, я знаю, что сейчас утка ходит по интернету. Якобы, как бы, да, что Оля, либо Дима продают свои страницы в соцсети. Нет, это все неправда. Мы ничего не продаем. Мы с вами, вот, то, что ходят по интернету, вы сами... На заборе тоже дурак написано. Можно все, что угодно там написать. Вот. Интернет такая штука, про всех все пишут. Не обращайте внимания. Вот, еще хотела сказать, что скоро мы поменяем шапку в Инстаграме. Вы можете обращаться к нам напрямую, мне писать директ предложения, да, по работе, по рекламе. То есть я уже с сегодняшнего дня сотрудничаю с многими шоурумами, да, и уже бартером занимаюсь. Вот. Поэтому предлагайте салоны красоты. И все, я найду для этого время. Вот. И также я хотел бы обратиться к вам, ребята, тоже. Если такие же есть мужские шоурумы и любые там вечеринки, да, любые там мероприятия. Мероприятия, да, мы идем. Да, можете нас приглашать вместе, да, с Олей. И также писать нам в директ, да, либо Оле, либо мне. И мы с вами там уже пообщаемся лично, скажем, и договоримся. Если есть сотрудничество, так же по поводу записать песни, да, кто-то хочет, либо что-то... И мы готовы любые предложения по работе, как говорится, прослушать, да, и с вами связаться, и там уже договориться. Ну, мы все, да, напишем, как бы, готовы, открыты к общению, будем связь поддерживать. Мы не пропадем. Мы с вами будем выходить в эфир каждый день. Тоже насчет беременности. Все узнаете. Ничего говорить не буду. Сейчас люди почему-то удивляются, почему ты пьешь детский сок. Но потому что он вкусный, и я всегда свои масочки покупаю какие-то... Пюрешки детские. Пюрешки детские. Ну да, я это очень люблю. Она у меня еще маленький мой ребеночек. Ну ладно. С это мой любимый. Люблю ее такую, лапу свою. Уже стала серьезная все-таки семейная дама. Поэтому уже нужно, хватит, нужно взрослеть, думать о серьезном. Что-то пишут все, покажите еще раз кольца. Ну давай покажем кольца. Вот они, наши кольца. Вот. Такая красота. Вот. Нас не выгоняли еще раз, да, спрашивают, ушли. Тоже секрет. Все знаете. Нас никто не выгонял. Нет еще. Мы просто на отдыхе отдыхаем. Да, очень все, правда, взвешиваем, все обдумано. Вот. Пока размышляем. Надо, не надо. Ну просто хочется, правда, идти дальше, развиваться. Вот. Я так немножко покажу, где мы проживаем. Все говорите, что мы какие-то там нищеброды, да, ни в чем. У нас ничего нет. Нет, вы знаете, мы никогда не просили, да, от кого-то, нам чужого ничего не надо. Мы все сами, так же и свадьбу, и, ну, как бы, бесплатный сыр только в мышеловке. Все мы понимаем, что потом в три раза больше отдавать, знаете, не хочется ни от кого зависеть. Нужно в этой жизни надеяться только на себя. Вот. Амплуа, конечно, на телепроекте Дом-2 это делает коллектив. Мы особенные, другие. И, как вы говорите, что все зависит от нас. Нужно задуматься, да, что у нас коллектив меняется, вы все по-прежнему ни с кем, ну, как бы не ладите. Нет, это на самом деле не у нас проблемы, люди такие. Поэтому кто, кто понимает, да, не мне говорить. То есть это как бы, ну, необъяснимо, но факт, правда. Потому что жизни в реальной намного как-то и проще, и контакт с человеком найти проще, да. Ну, проект понимаете, что там люди двуличные, лицемерные. Никто не порадуется за тебя, только будет злорастовать, высмеивать все. Да, разные люди. Есть и хорошие, есть и плохие. Понятно, никогда нет только идеальных всех. Ну, единицы, да. Есть, конечно, их очень мало. Есть, конечно, есть те добрые, которые нас поддерживают, а есть единицы, те, которые действительно поддерживают, а потом нас начинают засаживать, либо просто начинают затюнуть камнями. Смотри, здесь на вопрос, отвечайте, давай прочитаем. Звери, а не коллектив. Ну, конечно, со стороны виднее. Вы же все видите как. Лежим, отдыхаем, просто ворвались в комнату, да, вот в реальной жизни. Вот я говорю, нужно быть настоящими, нужно оставаться всегда самим собой, да, быть человеком. Лежит человек с температурой, это нужно ворваться вообще просто, как к себе домой, устроить голдёж, там, орать, кричать. Драться на проект нельзя, если тоже, да, мы на камерах, ну, вообще, хотела просто всех просто размотать, да, там, не знаю, послать, но ты не можешь, потому что, как бы, не хочешь запускаться до их уровня. И так себя контролировать, ну, тяжело, конечно, нервишки шалят. Я вот держусь, держусь до последнего, потом всё равно, вот психую уже, когда невыносимо, и всё. Срываюсь и выгляжу, конечно, какой-то истеричкой. Это реально не объяснить, это нужно почувствовать, побывать в таком месте, да, когда ты один, вроде общаешься с человеком, да, тут присоединяется ещё один, второй, третий, пятый, и, как бы, ну, ты реально уже не вывозишь. И ты думаешь, кому ты объясняешь, распинаешься, что-то доказываешь, а человек тебя всё равно не слышит. Только, как бы, ну, своё здоровье, нервы портишь. Вот такой также интересный вопросик был, как сейчас здоровье у моей мамы, где она сейчас, что с ней. Мама сейчас поехала в город Томск к родителям, всё у неё хорошо, она здорова у меня, вот, поправляется. Вот, мы счастливы, вот, скоро, скорым временем поедем к родителям, хотим также их повидать. Я хочу также, чтобы были мосты налажены. Оля, как, также по-прежнему хочет с мамой своей познакомиться, да, безусловно наладить мосты. Я уверен, и моя девушка также переписывается постоянно с мамой, я думаю, что всё будет хорошо. Да я уверена в этом, мама твоя каждый день мне пишет. Мы вообще замечательно вообще с ней нашли общий язык, и она ждёт встречи, и обязательно мы поедем. Тут, как бы, много, да, как бы, ну, не объяснишь всё равно людям, они не понимают. Допустим, сидим мы в ресторане с любимым, да, что-то там отмечаем наш праздник, и Димка мне говорит, что поедем в Томск, а мы планируем полететь в Владивосток. Я говорю, ну, я подумаю, я не сказала нет. Приезжаем на поляну, естественно, это провокация, но лобно поднимает тему. Ты почему отказала мужу и сказала, что ты не полетишь в Томск? Я говорю, да я такого не говорила. Я говорю, я сказала, я подумаю. И начинается вот это, ну, понимаете. Ну, мы сами понимаем, когда 30 человек, и это как, помните, наверное, в детстве, да, в 90-х, сломанный телефон, ты говоришь одно и пытаешься, как бы, свою гнуть позицию, а ребята просто отделать нечего, как говорится, просто начинают перекручивать под себя, чтобы ты с ними согласился. Действительно, мы всегда, почему мы были сильные соли, мы всегда шли против коллектива, против течения.